Так, данная версия контактной сварки имеет двойной импульс. Значит, здесь есть у нас индикация питания, индикация нажатия кнопочки в педали. Далее, значит, у нас идет переключение, индикация режима работы. Красненький мигает, когда работает. И, значит, следующее у нас, первое. Это количество сейчас показывает импульс, который мы делали. Значит, внуляем двойным нажатием. Первое, это у нас просто индикация текущего режима. Дальше энкодером переключаем. Это индикация длительность первого импульса. Ее можно установить, нажав кнопочку установки. Мы энкодером меняем вправо-влево. Вправо-влево меняем, значит, длительность этого импульса. Значит, нажав еще раз, мы подтверждаем установку. Второе, значит, положение, это мощность этого импульса. Значит, он используется для прогрева. То есть, ну, можем поставить там 70%, например. Как-то так. У меня давайте 50% поставить. Это у нас не основной, он используется чисто для прогрева, этот импульс. Перемещаю там 150%. Следующее, это задержка между первым и вторым сигналом. То есть, можно ее ставить, можно не ставить. Я ее обычно не ставлю. Значит, дальше следующее. Это длительность второго сигнала. Опять-таки, да. Значит, мы можем установить ее какую-то. И следующее, это ее длительность, точнее, мощность. Мощность нашего второго сигнала. Значит, поставим ее на полную мощность. Здесь стоит сейчас очень мощный трансформатор. Порядка киловатта. Значит, все, вернулись в рабочий режим. И перевели, перевели, значит, на 0. Все, сейчас автомат готов. Нажимаем кнопочку. Прошел первый импульс. Мигает по очереди все состояния. Значит, мы попробуем сейчас приварить. Варить мы будем никелевую ленту. Толщина я 0,2 мм. Это толщина лента. Обычно все варят там 0,1 мм. Варят там 0,15 мм. То есть, как бы здесь 0,2 мм. Она выдерживает вроде как бы ток до 20 А. Значит, проверяем, как мы... Как мы и приварим сейчас. Плотненькое прижатие двух электродов. Равномерное. Прошло два импульса. Значит, смотрим. Мы получили некую побежалость на поверхности. Вот, то есть... Ну, на отрыв мы отрываем только с мясом. Значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас импульс достаточно мощный. Мы можем уменьшить для того, чтобы уйти от обижалости. Уменьшить мы можем, значит, длительность... Во-первых, первого импульса. Поставил вот это 0,4 к примеру. Да? И поменьшить длительность второго импульса. Это тоже поставим 0,4. И попробуем сейчас приварить еще раз. У меня уже аккумуляторы закончились. Поэтому варю на вот таких остатках. Вот так приварили. Значит, смотрим. Ага. У нас опять есть некая побежалость. И на отрыв уже мы можем оторвать. То есть, что мы можем сделать? Мы можем сделать, в общем-то, как бы играться со всеми нашими теми параметрами. Можем сделать первый импульс еще короче. Но дать ему больше энергии. Например. То есть, у нас пользуется для прогрева, как правило, материала. Второй импульс для приваривания. Значит. У нас полный. Возвращаемся на чало. И попробуем сейчас еще раз. Либо можем сделать другим образом. Мы можем, в принципе, взять. Сделать оба импульса одинаковой мощности. Значит. И они. Ну, такая точечка красивая у нас получается. Ну, она отрывается. Значит. Можно сделать оба импульса одинаковой мощности. Например. М4. И здесь на полную. И сделать между ними паузу. Возвращаемся. Сейчас у нас будет два одинаковых импульса. 0,4. Это получается умножить на 0,2. По-моему. Микросекунду. То есть, получается. Прижимаем. Равномерное прижатие. У нас прошло два импульса. Точечка уже получилась у нас красивее. И вот один контакт приварится. Второй нет. Сейчас я проверю электроды. Чтобы они, в общем-то, были, как бы, достаточно тонкие. Потому что здесь они заточены довольно-таки широкие. Сейчас я их сделаю тоньше. Вот так. Я сделал чуть-чуть меньше точечки контакта. Сейчас попробуем еще раз приварить. Двойной импульс прошел. Ну, мы видим наши точки. Есть побежалость небольшая вокруг. Значит. И на отрыв мы уже отрываем с материала. То есть, как видите, образовалось отверстие. Мягко говоря, грубо выражаясь. Что мы еще хотим? Мы можем попробовать ввести от этой побежалости. Уменьшив длительность импульса. Еще уменьшив. Например, 0,3. Здесь у нас поставим 0,4. И тоже 0,3, например. Даже 0,1 поставить. И здесь 0,3. Общая длительность получается 0,6. Но за счет паузы у нас материал должен будет не так перегреваться. Еще раз пробуем. Да. Надо вернуться в режим. Два импульса. Ну, вот уже точечки получаются красивее. Меньше побежало. Значит. У нас еще, обращаю момент. Есть некая такая, скажем, побежалость в моменте между точками. Мы можем ее уйти, разведя точки по сторонам. То есть, сейчас расстояние между ними где-то 0,4 получается. Точнее, 4 миллиметра. Вот. Оторвали. Оторвали с мясом. Второй момент. У нас сейчас мы попробуем варить две ленты одновременно. Еще раз повторю. Ленты у меня 0,2 миллиметра толщина. То есть, это самое толстое, которое я нашел на рынке. Значит. 0,1 мы варим на ура. Значит. Тут я даже показывать не буду. 0,2 миллиметра тоже. Вот мы варим с побежалостью с небольшим. Значит. И две ленты сейчас. Я буду приваривать к аккумулятору. Значит. У нас произошло то, что мы эти ленты между собой сварили. В этом режиме. Ну, не более того. К аккумулятору они не приварились. Значит. Для этого я сейчас буду изменять параметры. Поставлю длительность первого импульса. Например. 0,5. Мощность полная длительность паузы. И длительность второго импульса. 0,5. И второй момент. Я немножко разведу контакты. Итак. Я развел контакты. С измеримой шириной ленты. Относительно. Значит. Более-менее. То, чтобы мы ленту захватывали. Лента у меня, по-моему, восьмерочка здесь. Я уже не помню, как он покупал. Значит. Ну, и контакты заточены. Смотрим наши параметры. 0,5. Полная мощность. Пауза 0,2. 0,5. Длительность полная мощность. Все. Поехали. Берем две ленты. Находим живое место. И варим к аккумулятору. Так. Подбежалость у нас тут есть. И оторвали мы. Можем попробовать еще развести чуть-чуть. Так. В общем, еще развел. И так. Попробуем увеличить немножко времени. Значит. Поставим здесь первый импульс. Импульс будет 0,5. Разогревочный. Пауза. И второй импульс поставим на 0,6, например. Для сварки. Попробуем варить. Размерное прижатие. Войной импульс. Смотрим, значит, что мы видим. У нас есть побежалости. Вокруг этих самых. Но ленту уже я просто так не открыл. То есть у нас все-таки произошла сварка. Довольно-таки неплохое качество. Значит. Попробуем дальше. Проходим живое место. Придавили. Два импульса. Значит, правая точка у нас приваривается чуть-чуть лучше, чем левая. Смотрим, с чем это связано. Связано с тем, что у левой больше пятно контакта. Подтачиваем левую. Сейчас еще другой финтуша. Пускай первый импульс будет здесь 0,6 разогревочный. Поставим мощность, например, здесь не полная. Процентов так 50. Пауза нам не нужна. И поставим второй импульс, например, 0,8. Опять я не вернулся в режим. Вернулся в режим. Вот мы хорошо прогрели и приварили. Нужно ли нам греть первым импульсом? Я думаю, что нет. Вот, собственно говоря, как-то так. Всем спасибо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok